Здравствуйте! Сегодня 13 октября и пора выкапывать георгины. Уже был первый мороз и вот посмотрите какие георгины у нас уже стали после первых заморозков. За одну ночь вот красивые цветы превратились вот в такие непривлекательные цветочки и можно срезать кусты, выкапывать. Пока хорошая погода, а сегодня очень замечательная погодка, вот обещают дождь в пятницу, поэтому хочется до дождя успеть выкопать, чтобы георгины хорошо сохранились. Вот я уже начала выкапывать. Верхнюю часть куста я срезала, чтобы легче было выкапывать и вот со всех сторон обкопала аккуратненько и вот посмотрите выкопала, не отломался ни один клубень. Складываю один сорт в один ящик. Нужно обязательно пометить сорт георгины, чтобы потом не было путаницы. Вот я подпишу Петр Первый и вот сюда вот наклею. Это тоже вот куст Петр Первый, сейчас я аккуратненько срежу, чтобы мне легче было выкапывать. Стебли я обрезала, теперь убираю палочку, начинаю прокапывать, отступив от куста, чтобы не повредить клубни. Со всех сторон буду обкапывать. Обкапываю я вот такой металлической лопатой, очень удобная, она узенькая, длинная, можно поглубже загнать. И вот продолжаю я. Чуть-чуть приподнимаю, уже пустик поддается. Вот уже виднеются клубни. Так, еще глубже я загоняю лопату. Убираю верхний слой земли. Вот они уже появились клубеньки, но хочется, чтобы они все остались не поврежденные. Поэтому немножечко я уберу земельку. Так, ну надо поставить, чтобы земелька немножко подсохла, тогда легче будет убирать. Так, землю я по возможности аккуратно вот так уберу. И будут они у меня лежать вот с этим стволиком, пока весь сок уйдет в клубни, вот и пока этот стволик немножечко не подсохнет. Вот так земелька высохнет, я всю землю очищу. Сильно не буду трогать, чтобы не оборвать. Ну, правильно, чуть-чуть. Вот земелька как хорошо. Хорошо, когда не сильно сырая, хотя она и сейчас немного влажная, но нормально. Вот так вот осыпается. До клубни я не дотрагиваюсь ножом, очень аккуратно, вот так совершенно чуть-чуть, чтобы не повредить клубни. Ну, пожалуй, и все, больше не буду трогать. Пусть сами постепенно высыхают. Так, замечательный сорт. Федор первый, один из самых крупных гергин, темно-красного цвета, очень красивый, очень крупный. Так, ну, вот такой урожай получился в этом году. Так, аккуратненько вот так укладываем. Так, теперь я буду выкапывать гергин другого сорта. Это гергин малинового цвета, очень красивый, не такой крупный, как Петр Первый, но, тем не менее, тоже очень красивый. Приобрела я его на рынке. Хозяева, которые продавали, не знают название, но мне понравился, я купила. Посмотрим, какие же здесь клубни. Обрезаем точно так же. Чтобы легче было выкапывать. Стволики, конечно, хорошие. Так, и точно так же буду обкапывать со всех сторон аккуратненько под палочки. Убираю, они мне пригодятся на следующий год. Так, опора. И начинаю обкапывать. Подступаю очень аккуратно со всех сторон. Так, ну вот уже кустик подался и выкапали аккуратненько. Так, где же наши клубни, будем смотреть. Так, ну вот видите, сколько здесь клубней. Какой замечательный куст. Немножечко я землю убрала, больше не буду, пусть полежит. Сейчас погодка хорошая, на улице полежит, подсохнет и тогда легко-легко она отрусится. Вот, но пока я положу в ящик. Так, подписываю. Вот, малиновая. Так, можно очищать землю лопаточкой, вот такой вот узенькой, с тупым носиком. Так, тоже аккуратненько, не повреждая. Вот, зелью убираю частично. Такие хорошие корешочки. Вот, все клубни целые, ни один не отломан. Вот, немножечко так уберу. Так, ну, пожалуй и все. Больше не буду я тревожить кустик. Так, это георгин невеста, розового цвета, очень крупный цветок, очень красивый. Вот, ну и тоже, вот видите, что значит правильное питание изначально заложить в луночку для георгина. Вот, видите, какие получаются хорошие клубеньки. И цвели цветы, очень пышно, очень красиво. Так, ну вот, пожалуй и все. Немножечко убрала землю. И пусть она сама по себе высыхает. И потом легче будет ее убрать. Так, ну вот, все клубни георгин я выкопала. Вот, вот у меня четыре сорта. Все замечательные клубеньки. Вот, теперь я занесу их в помещение. На улице оставлять нельзя, вдруг заморозки, чтобы и не под... Вот, и, значит, пусть они постоят, пока земелька просохнет, пока сок весь уйдет в клубни. Вот, ну а потом можно вот так вот и промыть. Когда уже земли не будет, когда она очистится, можно их будет промыть и хорошо просушить. Ну, хотя я этого не делаю. Вот уже сколько лет они мне просто высыхают, землю убираю полностью. Они сухенькие, опускаю в подвал. Вот такой у нас урожай георгин 2014 года. Я иду, только вот диван我要. И вот у меня естьа сухенькая. На улице оставляю. Вот, все уже предполагаю. И вот, я иду. И вот, у меня, я иду. Я иду с ним. Я иду с ним.